всем приветики заказала себе такой вот цифровой валитметр пришел он в почтовом пакете с пупыркой причем он еще так был переложен как бы такой небольшой с одной стороны получился двойной пакет внутри этого пакета был zip пакет вот он в этом zip пакете лежал собственно сам вольтметр это шунт так он называется на 50 ампер там еще был на 100 ампер он немножко по-другому выглядит но такой мне более удобный показался здесь можно прикрутить и здесь вот эти вот зажимы более удобная на 100 ампер там просто вот эти две штуки железная и посередине штука без вот этой платформы и она потолще все и это и это там или просто вот это потолще было по-моему это и это потолще было но это точно потолще было на 100 ампер шум такой хотя я не особо понимаю для чего он нужен но типа он идет в комплекте через него работает вот и сам вот он вольтметра его коробочка буду пробовать подключать потом попозже сейчас пока что распаковка так вот выглядит коробочка здесь . стоит видимо да мой 50 ампер закрашена причем маркером все там первое есть на 10 на 50 на 100 я хотел на 100 заказать но именно из-за из-за шунта неудобного я взял на 50 ампер ну собственно мне даже не нужно 100 ампер 100 столько мне даже измерять нечего в таких количествах 100 ампер вот поэтому со всех сторон тут выглядит одинаково в принципе открываем внутри не получается коробочки этой идет инструкции и сам вольтметр причем даже провода какие-то есть я думал их не будет что провода свои должны быть так длинная штука с этой стороны на китайском все с этой стороны было бы круто чтоб на русском но нет на английском мануал по подключению здесь расписано какие какие моменты что означает по циферке где вольта где температура где ампера где прочее всякое но на принципе так понятно вольты амперы вата и температура время работы и ампер часы ватт часы собственно и так все понятно разве что кнопки расписаны кнопочки и там еще какие-то моментики потом модели какие могут быть функции параметры технически как пользоваться кнопкой меню что она делает а дальше уже схемы подключения идут каким образом можно что куда подключать но я хочу подключить по вот такой схеме потому что получается можно тогда нужно будет дополнительное питание потому что можно без дополнительного питания но тогда а это на 10 ампер 10 ампер 10 ампер это не мое вот 50 100 ампер а это что продукт размеры продукта и получается можно либо так подключить от 0 до 200 вольт не знаю почему здесь так пишет на сайте пишет по-другому что если ты даешь сюда питание в прибор от 0 от 8 до 120 вольт тогда ты можешь измерять от 0 до 200 вольт а можешь подключиться без дополнительного питания взять питание прямо отсюда но тогда питание должно быть от 8 вольта до 120 вольт ну то чтобы прибор работал и тогда соответственно ты в этом диапазоне сможешь измерять от 1 от 8 до 120 вольт а здесь почему-то пишет от 0 то есть если я дам например 3 вольта прибор уже не заработает от 3 вольт соответственно измерить ничего не сможет но есть как-то схема по-другому нарисована на сайте там и вот по такой схеме хотел подключиться дать дополнительное питание ему чтобы он мог измерять от 0 до 200 вольт потому что здесь в этой схеме но здесь не про по идее неправильно здесь должно быть от от 8 до 120 вольт питание идти ты к ним подключаешься и собственно в этом диапазоне измеряешь поэтому вот по такой схеме хочу подключиться дать получается два провода дополнительное питание а дальше уже прибор кинуть провод сюда и сюда это получается один провод от нагрузки кидаешь сразу на питание и подключаешься от этого провода хотя я думаю можно даже отсюда сразу подключиться и один в разы в получается провод ставишь таким вот образом ну это надо будет все пробовать вот шут выглядит таким вот образом это эту штуку ты где-то закрепляешь а сюда просто прикручиваешь провода так дальше еще один зип-пакет и вот он собственно сам прибор я так понимаю это пленочку я так вот она такая зацарапана оси снять то-то уже немножко получше выглядит сразу за отражение такие жесткие стали были не жесткие но уже получше меньше царапин но все равно где-то вон что-то просматривается кнопка меню которая всем управляет а здесь просто будет параметры отображаться на кранчике вот просто правда отображаться и кнопка меню мультиферный функционал тестер у меня от этой фирмы юсб тестер кстати есть такие же зажимчики то есть можно куда-то в какую-то приборную панель вставить не на будет держаться и собственно здесь даже все и разрисовано как примерно нужно работать ну и кстати такая схема на вот именно на взгляд такая схема мне сложна к восприятию мне легче понимать схему вот такую схему мне легче воспринимать ой а здесь правильно кстати а здесь правильно вот если ты даешь дополнительное питание сюда то у тебя от 0 до 200 измеряется а если без дополнительного питания от от 8 до 120 а здесь ошибка здесь он пишет все равно 0 200 хотя нет вот здесь правильно поэтому я хочу по такой схеме подключиться и такая схема мне вот на взгляд легче воспринимается чем вот такая тут мне что-то как-то сложно сложно понимать ну надо разбираться нам вот на первый взгляд может она ему если разобраться то все понятно легко на данный момент на первый взгляд как-то мне сложно к восприятию непонятно на первый взгляд если может посидеть по кумекость то я разберусь а на то с кем я прямо все понимаю вот потому что и здесь получается сюда приходит питание как раз таки дополнительное а сюда уже провода на измерение чтобы сюда питание приходит просто питание плюс-минус желтый провод сюда приходит и тоже дополнительное питание а сюда это уже и как раз таки измерение два последних контактика измерения между измерение в но которая ставится в разрыв нагрузки ну что ж пока что такая вот штука потом буду разбираться здесь собственно вот эти два провода идут штекер с двумя проводами который я уже потерял где коннектится сюда вот сюда таким образом коннектится видимо да и тройной провод сюда коннектится вот сюда коннектится так а это для чего а там же еще снизу была где-то штука какая-то вот я не показал сюда еще провод коннектится а для чего тоже нужно какие-то измерения проводить чего-то но это я уже это не знаю это надо смотреть будет инструкцию для чего там эти два провода оттуда выходят и кстати просто показано вот это все снизу ну то есть на инструкции показано сзади а сбоку этот провод 4 не показан нигде может может в этой версии есть тоже что-то я не наблюдаю нужно будет разбираться посмотреть для чего для чего этот провод нужен который выходит вот отсюда такой вот цифровой вольтметр потом когда разберусь с ним что как работает сделаю обзор и покажу что как и зачем но на этом все всем покидала